МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Элиту российской армии пополнят новобранцы с Алтая. Буквально через пару часов на службу в президентский полк отправится 15 человек. Торжественные проводы пройдут в Барнауле на плацу краевого сборного пункта. Попасть в гарнизон московского Кремля не так-то просто. Для этого нужно быть призывником категории А. Это значит рост не менее 175 сантиметров, никаких татуировок, судимости, дефектов речи. Помимо этого важно пройти тесты и собеседование. Последнее слово остается за представителями Федеральной службы охраны. Сегодня своеобразный юбилей. Вот уже 10 лет, как ребят из нашего края направляют в президентский полк. За это время там успели пройти службу почти 300 человек. Всего же ряды Министерства обороны. Весенний призыв с Алтая пополнят более 2000 парней. Барнаульскому бизнесмену Павлу Тулину отказали в праве арендовать парк изумрудный. Такое решение вынес арбитражный суд края. Напомним, спор между бывшим и новым арендаторами длится уже второй год. Все это время парк не работает. Аттракционы не запускают, мероприятия не проводят. Новый владелец считает, что развивать парк не дает бывший арендатор, который не убирает свое имущество с площадки. Павел Тулин, напротив, утверждает, что его незаконно пытались лишить права арендовать изумрудный. Предприниматель даже подал иск в суд о признании недействительным договора перенайма земельного участка. Несколько месяцев заседания откладывались, но суд вынес вердикт не в пользу Тулина. Впрочем, бывший арендатор парка пояснил в разговоре по телефону, что намерен оспаривать решение арбитражного суда. Более 70 миллионов рублей получат Барнаул и два района края на ремонт дорог местного значения, сообщает полиция БРУ. Распоряжение подписал губернатор. Об этих и других новостях далее в традиционном обзоре материалов изданий Сибирской медиагруппы. Большая сумма на ремонт дорог достанется Барнаулу, а именно более 71 миллиона рублей. Миллион 300 тысяч направят в Усть-Пристань и около 800 тысяч в Петропавловский район. Там планируют обновить дорогу, соединяющую села Нижнеозерское и Новообинка. А вот какие дороги на выделенные деньги отремонтируют в Барнауле, читайте на палец Сибру. Народный фронт дал оценку состоянию остановок общественного транспорта Наукограда, пишет бийский рабочий. Активисты проверили 10 остановок. По их мнению, в наихудшем состоянии находится Садовая, лучшая на улице Шишкова, 41Б. Фронтовики отметили также, что лишь 10% проверенных мест для посадки людей в общественный транспорт имеют посадочную площадку, сделанную по нормативам. Павильонами оборудовано 90%, освещены только 30%. На большинстве остановок общественного транспорта нет расписания движения. Итоги мониторинга направили к главе муниципалитета с просьбой взять на контроль устранение недостатков. Тем временем в краевой столице граждане собирают подписи за возвращение конструкции «Барнаул орденоносный» на здание по адресу Ленина 53, пишет Комсомольская правда. Собрано уже 900 подписей, их планируют передать городским властям. Корреспонденты напоминают, что надпись сняли в ноябре прошлого года якобы на реконструкцию. Сейчас она хранится на территории Автодорстроя. Татьяна Голубева, наши новости. В честь Международного дня семьи мы запускаем серию сюжетов о людях, которые, несмотря на испытания судьбы, продолжают сохранять любовь и верность. Наши первые героини многим хорошо известны. Алтайская девочка Безручек и ее мама были участницами программы «Пусть говорят». За судьбой ребенка следили многие федеральные каналы и наши телекомпании. Как желание быть лучше и крепкая мамина любовь творят чудеса. Расскажем прямо сейчас. На этих кадрах, снятых в 2013 году, пятилетняя Аллочка. Она только готовится пойти в школу, в обычный класс. Несмотря на то, что девочка не такая, как все, у нее с рождения не развиты кисти рук. Алла прекрасно управляется с карандашами и с красками. Свои первые картины Аллочка написала в три года. У нас праздник, мы научились писать. Да, некоторые дети у нас еще не пишут абсолютно. А вот Алла уже начала писать печатными буквами. А на этом любительском видео мама и дочь работают на одной площадке. Они выступают вместе в библиотеках, школах. У них семейный кукольный театр. По-настоящему творческая семья. Две подружки. Два родных человека. Мама – пример для подражания во всем. Я постоянно сочиняю, я пишу. Сейчас у меня в разработке две книги. Алла, глядя на меня тоже, не может сидеть без дела, начала повторять за мной. Она уже написала три своих сказки. Она воспитывает ребенка одна и отдает дочери всю свою любовь. Семья вот такая, небольшая. Главное, что у них есть. Елена вспоминает, еще в роддоме врачи сказали, ребенок будет мучиться всю жизнь. Первое время женщина находилась в глубокой депрессии. Обращалась за помощью к врачам. Но, к счастью, вовремя поняла. Ее ребенок, хоть и особенный, но самый лучший. У меня мама хорошая, добрая, ласковая, родная. И еще она мне научила писать, рисовать, готовить. Ну, пускай разобьет тарелку, но зато она научится. Пускай она там замарается в этих очистках от картошки, но она научится. В прошлом году Елена с дочерью ходили на консультацию главному ортопеду края. Врач сказал, сейчас нет таких протезов, которые могли бы заменить ее ручки. Ведь девочка научилась даже пришивать пуговки. А ее почерк один из самых аккуратных во всем классе. Ответ специалиста семью устроил. Сейчас Алле 10 лет, в этом году она заканчивает начальную школу. Любимые предметы – литература, труд и физкультура. Сложнее всего дается математика. Но ее непременно подтянем, говорит мама. Ведь Аллочка была и остается особенным и самым любимым ребенком. Материнство – это дар, который дал Господь. И мы несем. И в хорошую, и в трудную минуту. Ближе мамы ни у кого нет на свете. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. Сегодня в крае переменная облачность. В отдельных районах возможен дождь. Ветер юго-западный умеренный. Прохладнее всего. Днем ожидается в Заринске до 12 тепла. Температура в Бийске и Каминабе – плюс 13 градусов. Слав, Градиолейске и Белокурихе – 16 выше нуля. В Рубцовске – плюс 17. В Барнауле – 16 мая. Возможен дождь. Ветер умеренный. Температура днем до 13 градусов тепла. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова